...преднамеренного банкротства, можно даже так сказать, из года в год оно уничтожалось. Я работал много лет на этом предприятии, поэтому я немножко могу сравнивать. Мне была поставлена задача господину Артуру с нашим советом проверить состояние гаража. Я проверил гараж по автомобилю Ниссан, начиная с января по май месяц этого года. И пришел, конечно, к удивительным цифрам. Хочу сказать, что машина, это использовался автомобиль Ниссан Навара, который обеспечивает, так сказать, рабочий режим руководителя предприятия и других начальников служб. Она использовалась не по назначению. Много раз эта машина ездила, было уже сказано, Кишинев, то Берокию, то Бельси, то другие города. Нужно, не нужно, я вам могу даже назвать. Допустим, в феврале месяце 2019 года 241 километр Ниссан Навара пролезал, Сороки, Бельси. Что там они делали, непонятно. Но один и тот же человек ездил, один и тот же, он был уже назван. С 25 литров горючего мотропатрата. В марте месяце этот автомобиль проехал 1288 километров. Сороки, Бельси, Кишинев, какие-то заявления пишут. Человек заявление, что он сел за руль этой машины и поехал в выходной с деревьев Кишинев. Это как? И это видно. Используем служебного автомобиля. Личный цех получается. И, пожалуйста, в 1288 километров в феврале 129 литров выручил потраченный автомобиль. В апрель месяц 1077 километров автомобиль проехал. Опять одно и то же лицо. 109 литров потрачено. В мае месяце пишется заявление. И автомобиль едет в село Баксане. Я так написал на латинице. Человек сел со своей семьей в служебный автомобиль в выходной день. И поехал, сделал свои дела и приехал в обратную работу. И мы на сегодняшний день вот эти 60 километров у нас в воздухе висят. И не туда, и не сюда. Мы не заправлялись. Маленький анализ. Я прошу прощения, можно я не из лимита выйду. Чуть-чуть потерпите. Я сделал маленький анализ по этому автомобилю. В 15-м году этот автомобиль проехал чуть-чуть больше 16 тысяч километров. В 16-м году, это старая команда, которая была. В 16-м году 24 с половиной тысячи километров. В 17-м 27 с половиной тысяч километров. И в прошлом году 29 тысяч километров 791. То есть идет с нарастающим. Куда мы катимся. Ничего. Вот наши деньги куда уходят. У нас на предприятии находятся автомобили грузопассажирские, форды, транзиты. Они 13-го года у нас в эксплуатации. Они в хорошем состоянии. То же самое. Председатель административного совета, член административного совета, непонятно, какие руководители поют. Они используют только в общем-то цели. В феврале месяце по Сорокам проездили. 373 лично их возила машина. Водители их лично возили. В феврале месяце 421 километр. В марте месяце тысячу километров по городу Сороке машина ездила. Тысячу километров дома человека возила. Так, в марте, простите, в мае 117 километров. Тогда это еще как бы цветочки. Вот ягодки. Бурдер с каватом. У нас очень хорошая эта техника. Она тоже с 2013 года находится у нас в эксплуатации. На некоторой биттехнике установлен у нас GPS с 2016 года. Это очень хорошее дело. Кто только понимает, что такое GPS, мы можем видеть, где находится на сегодняшний день. В любое время единица техники. Вот это выборочно было. 30 октября 2018 года. Трактор находился по улице Мори, территория бывшего беззавода. Он работал 5 часов и потрачено 39 литров горючего. Ни копейки не заплатил. Это работа для участника. У физического и юридического бизнеса ни копейки не заплатил. Дальше. В октябре месяце и по апрель месяце наш гуцерстов работал Табра Лазумбрау. Руководитель звонит, дает команду. Так, заправляется он ей туда. Ни копейки не заплачено. Я посчитал. Это выборочно. 35 моточасов. Один моточас, он стоит 421 лея, 88 баль. Как вы представляете, как предприятие может выжить в таких ситуациях? Может быть, кто-то деньги в коронавирус? Может быть, не знаю. Какая-то у них договоренность. С района есть руководитель, он дает команду, и мы исполняем. Как это так? И смотрите, сегодня никого нет. Кто-то руководит. У кого совесть чиста пришли сюда, а у кого нет. А как еще можно назвать? Я посчитал по выборщину немножко октябрь, с октября прошлого года. И по апрель этого года бульдоэскаватор должен был принести в кассу 47 тысяч, почти 148 тысяч лей. Ни копейки здесь нету, ни копейки. Этот экскаватор работал лично на гараже. Я его, не хочу его даже назвать, эту фамилию. Он позор просто. Лично в гараже тут куча денег, которые даже были в кассу. Тут у тебя-то наши запасы, это наша благополучие, этот кредит, который будут заблудить. Болей Иванович, фамилия Натана. Кожихар Васильев, он именинник здесь, он везде именинник. Он в гараже, он в табжении, он в стекле. Его нет, почему? Лучше знает, наверное, когда. Еще интересные факты. Потерпите, пожалуйста, меня еще чуть-чуть. Я сделал выписку с 2017 года на Лукоилу. Мы работаем с управкой Лукоилу. По предприятию существует приказ, что инженерно-технический персонал не верит. Инженерно-технический персонал дополнительно получает на свой транспорт горючее для выполнения служебной своей деятельности. Помимо того, что у нас в гараже есть. Я не буду вас озвучивать этот приказ. И я обнаружил, что ежемесячно, почти что ежемесячно, то, что мы идем по гаражу, расход топлива на нашу технику и плюс на инженерно-технический персонал. И то, что мы покупаем на заправке это горючее, он в расхождении. Допустим, в феврале 2017 года предприятие приобрело 837 литров моторины. А на самом деле мы списываем официально 785. То есть 52 литра горючего сверх лимита. Сверх лимита. Премиум, да, 95-й. Мы списываем 220 литров, а на самом деле 310 мы купили. Плюс 90. И вот так вот такими накрутками по май месяц, включительно, я посчитал. Моторина 231 литр горючего. Премиум 95-й. 394 литра. 92-й. 120 литров. Всего 746 литров с копейками. Это горючее, которое не прошло поучим. Мы заплатили за него, но нет, списали, его нет. Каким образом это дошли? И тут надо работать. Тут надо, чтобы специалисты пришли и проверили. И вот в такой ситуации мы вынуждены были работать. Но еще есть еще одно. Еще я подополню. Пожалуйста, еще раз потерпите. У нас есть автомобиль ГАЗ-53. Он заправляется 92-м бензином. У нас руководители дают команду у механик, у гаража. Заправляются у них своя карточка. У них все у нас свои карточки, не эти дела. Это легко определить. Они дают команду. Заправляется, допустим, машина 92-м. Они берут, управляют 95-м. Нужно в количестве. И этот человек заставляет механикам, чтобы они вписали в расчеты ГАЗ-53. Вы можете себе представить? И вот у нас все здесь вписано. Все конкретно. Получается, что у нас 116 литров. Вот таким образом было вписано на силу ГАЗ-53. Кто взял? И последний. И все, извините, пожалуйста, еще раз. У нас почему-то у них такой какой-то Сергей Крепсов. Он принят на работу в 17-м году в качестве мастера педуха. Он вообще не знает, что такое педух. Он вообще не знает, где-то работает. Но он работал там, получал зарплату. И получал еще и горючее по 30 литров каждый месяц. Каждый месяц. Приказ подписывается. Морчук и так далее. Извините за то, что я вас очень отного следую. Мы над этим работаем. Еще есть информация, как кто-то собирается еще. Я еще, можно ли я добавлю? Один номер, вы простите меня. У меня немножко эмоций. 10 ноября 2018 года у нас есть мини-экскаватор. Маленький, как служба благоустройства. Выходной день, 10 апреля, значит, директор Истрати и господин Толерян приехали с эмоциями. С эмоциатором. Сдали команду, выходной день погрузить его и увезти. Значит, там механик узнал об этом, приехал, там до скандала дошел. Погрузили, два дня не было, я там мини-экскаватор. Два дня, мото 4 месяца, все нормально. Я не знаю, они на выставку его повезли, куда я не знаю. Он предоставил приказ 2016 года, когда я еще работал. Но за этот период времени очень много поменялось руководителей, которые должны были этот приказ переутвердить. Он имел право, он председатель администра ТВ, он не имел права ездить. Он не имеет права ездить? Нет. Он запрям в обязанности? Я, да, помню. Все, я разговариваю. Да, Попин. Дом Приседенте, в результате сей день будет у дома фокусы майбарданская, я скажу. Демокрой, органитр, 4-е ани цели на морпич аэропортины, ка сфиги и Харкет, а эти аэропорти, 104-е ани цели. Ка сфиги и кинфирск аж глядэ. Да, спасибо большое. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...